Меня список удивил. Понятно, что он удивил присутствием Елены Афанасьевны. Удивлена, потому как в списке, наряду с представителями партии власти, кандидат от ЛДПР. Выбор, по мнению политолога, немного странен, так как исполняющий обязанности губернатора Юрий Берг выдвигался все-таки от «Единой России». Но, тем не менее, список уже составлен и озвучен. Представлять область в Совете Федерации, по мнению Берга, достойны три человека. На пост сенатора претендует военный комиссар и герой России Андрей Зеленко, Рамиль Рахматуллин, ученый, который прославился на всю страну своей уникальной инновационной разработкой биокожей, а также депутат Государственной Думы Елена Афанасьева. Справедливую Россию и КПРФ мы не можем рассматривать как серьезных игроков на нашем политическом поле. Вот они есть, два серьезных игрока. Они нашли точки соприкосновения. Пока три якобы неформальных лидера оппозиционных партий решали вопрос, как они будут бороться за кресло губернатора. С точки зрения политолога, между двумя парламентскими партиями «Единая Россия» и ЛДПР сложился некий договор. Причем вполне нормальный. Один из которых станет в результате этого договора, один станет губернатором, а другой будет представлять область в Совете Федерации. Тем более, что Елене Афанасьевой удалось в Москве за короткое время сделать блестящую карьеру. Но в то же время Татьяна Денисова также предполагает, что за подобный выбор Юрий Берг может свой адрес услышать ряд нелестных отзывов от своих же однопартийцев. Это говорит о неком конструктивном взаимодействии между правящей партией и оппозиционными партиями. Поэтому я еще раз повторюсь, что не надо тут искать никаких подковерных движений, ситуации с двойным, с тройным дном и так далее и тому подобное. Я считаю, что это достаточно достойная кандидатура. И еще раз повторюсь, если это произойдет, если Елена Владимировна станет у нас сенатором в Совете Федерации, это будет благо для жителей города Оренбурга и Оренбургской области. Все решится уже осенью. Выборы на пост губернатора назначены на 14 сентября, в единый день голосования. Согласно новому законодательству, при регистрации каждый кандидат должен представить в избирательную комиссию Оренбургской области список трех кандидатов в сенаторы. А сделать это предстоит 4 августа. Новый представитель в Совете Федерации заменит Алексея Чернышева, который в данный момент представляет в Верхней Палате Парламента «Наша область». Екатерина Тихоненко, Вадим Нечаев. Наше время.